Знаете, кто зарабатывает? Вот я вам объясню. И бросилась, и умерла, короче, вот такая вот история. И это мне бабушка рассказывает в тот момент, когда я плачу, у меня истерика, я не знаю, что делать. Поддерживает, да? И тогда я так сильно испугалась. Всем привет, мои хорошие, с вами Эка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас завтрак. Я так раскинула мозгами, подумала, вроде у нас сосиски сто раз были, а вот колбасок не было. Я подумала, почему бы нет, давайте в этот раз покушаем колбаски. И решила я кушать палочками. Во-первых, это смотрится как-то красиво. Во-вторых, я не хочу издавать звуки, а я не нашла, какая вкусная колбаска с салями. Она была очень-очень дорогая по сравнению с другими колбасами. Мне даже удивительно стало, почему. Вообще у нас есть продукция рублевские колбасы. Они вот очень дорогие, но очень вкусные. Пробую я впервые. Специально вот для видео. Купила. Как это вкусно. Оливки. Вот все, что я обожаю. Я сейчас кушаю вот самое любимое. Это сыр. Вот такой вот. Колбаски. Такие сосиски охотничьи. Огурчики. Я люблю именно такие маленькие. Прям тает во рту. И еще немного творога. Я вам буду вообще отдельное видео снимать про сырники с творогом. Так что ждите. Надеюсь, что вам понравится. Как это все сочетается. Я еще приготовила здесь лаваш. Но без лаваша даже вкусно. Вчера мне в инстаграм одна из моих подписчиц написала такую историю, которая реально меня очень задела. В том плане, что я тоже сталкиваюсь с такой же проблемой. Давайте откроем сметанку. Сметанка бомба. Сметанка нечто. Она рассказала про то, что она болеет таким заболеванием, как лунатизм. Я не знаю, это считается ли болезнью или нет. Но некоторые люди прям конкретно переживают из-за этого. У меня тоже был один этап в жизни, когда я была жестким лунатиком. Это меня, конечно, очень раздражало. Это приносило кучу недовольства, кучу проблем в мою жизнь. Она попросила рассказать свою историю. Что каждый раз она просыпается, куда-то идет. И она не осознает то, что она делает. Один раз даже она оказалась в комнате брата своего мужа. Ночью. А это просто она не осознавала. Она спала и вдруг очнулась там. Все как-то в шутку, знаете, воспринимают лунатизм. Но, на мой взгляд, это действительно проблема для человека. У меня несколько раз такое было. А однажды мы с бабушкой были на даче вдвоем. Легали спать. И тут я просыпаюсь. Просыпаюсь в тот момент, когда я уже внизу на первом этаже открываю дверь. Представляете, без обуви, бахиком. И просыпаюсь от того, что меня зовет бабушка. Бабушка говорит, что ты делаешь? Куда ты собралась? Время в 3 часа ночи. Вот я думала, хорошо, что она проснулась в этот момент. И пошла за мной. Представляете? У меня сон. Я типа во сне куда-то иду. Гуляю по травке. И тогда я так сильно испугалась. Начала плакать. И это было, когда мне было, наверное, лет 13. То есть я была не совсем-таки ребенком. Но эта ситуация конкретно обеспокоила меня. И бабушка начала водить меня ко всяким гадалкам. Чтобы типа изгнать каких-то духов, которые сидят во мне. И в эту же ночь, когда я расплакалась, лежу такая, и бабушка начинает рассказывать истории своей молодости. Она говорит, вот у нас была девочка, соседка. Тоже лунатик. В ночнушке шла, говорит, по улицам. Несколько раз, говорит, ее вернули. В один день она просто взяла и бросилась с обрыва, представляете? Она была просто во сне. Во сне она видит что-то совсем иное. Она не видит, что это обрыв. И бросилась, и умерла, короче. Вот такая вот история. И это мне бабушка рассказывает в тот момент, когда я плачу. У меня истерика. Я не знаю, что делать. Поддерживает, да? Она у меня вообще юмористка еще там. Так что лунатизм, это не фигня. Это реально. Некоторые вот смеются. А, ты лунатик. А я не знала, что ты лунатик. А это все приводит к таким плачевным последствиям. Когда я услышала эту историю, я еще больше расплакалась. В этот вечер мне казалось, что в эту ночь, точнее, мне казалось, что все, я сейчас засну. Я пойду куда-то, себя убью, через окно брошусь. Взяла несколько стулов, поставила на дверь, чтобы пока я эти стулья буду убирать, чтобы я проснулась. Я надеялась на это. Я не знаю, это психологическое заболевание или почему так вообще происходит. Но со мной такое раньше было очень часто. потом бабушки на эти советы, там, перед сном положили листочек клёна под подушку, тогда ничего не будет. Ну, иногда прям эти ситуации заходят до абсурда. Но сейчас в последнее время у меня такое не наблюдается. Я очень-очень рада этому, потому что эту ситуацию воспринимала очень болезненно. То есть я не могла махнуть рукой и сказать «Ой, да ладно, много на земле лунатиков, я одна из них». Попик. А сейчас у меня другая, кстати, проблема. Я по ночам просыпаюсь и чего-то боюсь. Мне постоянно снится один какой-то странный сон. Но это не всегда так бывает. Это бывает, когда у меня в жизни происходит какой-то стресс. В общем, я не знаю, почему, но такое происходит. Я просыпаюсь от того, что типа кто-то за мной гонится, что я что-то не успеваю сделать. Я ходила даже к психологу. Психолог мне сказал, что это бывает из-за перегруженности графиком, нужно больше отдыхать, проще относиться вообще к жизни. Куда я еще просил? Я просто не знаю. Мама даже одно время закрывала дверь на балкон, чтобы я не бросилась оттуда. Потому что были случаи, я читала в интернете, что лунатик в состоянии сна не осознает, что он делает. Он во сне видит, как он, не знаю, например, на качелях катается, а по идее он идет и идет к обрыву. Или, например, во сне видит, как он ныряет в воду, а там воды нету, например. Там обрыв. Очень-очень вкусная колбаска. Прям, знаете, такая салями. Давайте еще один бутерброд сделаем. Сегодня мы идем, я, Фатя, ко мне на работу. Почему я решила взять Фатю тоже с собой? Мне кажется, так видео получится интересней. Вот. Еще плюс, у нас должен был быть оператор, который нас поснимал, чтобы, во-первых, видео получилось как-то профессиональнее, во-вторых, чтобы мы обе могли быть в кадре. Но, к сожалению, вчера, когда я написала оператору, что ты помнишь, что мы завтра снимаем, он сказал, что ты меня не предупредила, но там косяк был за мной. Поэтому, если мы сегодня снимем этот влог, я думаю, что через пару дней он уже будет на канале. Так что, видите, я выполняю свои обещания. Кстати, напишите вы тоже, кто-нибудь из ваших знакомых болел ли лунатизмом и как это вылечил, какие последствия были и так далее. Просто я всегда в мультиках видела, что типа, ну лунатик и что. Но на себе я понимаю, что лунатизм приводит, может привести к очень плачевным последствиям. Вообще, психологические заболевания, мне кажется, это самое сложное. Не дай бог никому столкнуться. Колпасочка. Я взяла уже сразу нарезанную, потому что так красиво разрезать ее я бы не смогла. И давайте приступим к вашим вопросам. Расскажи, с чего началась твоя карьера на Ютубе. Я думала снимать обзоры на какие-то вещи с Алиэкспресс. И я, по идее, снимала. И вроде они неплохо набирали. Ну, знаете, каждый раз что-то покупать и снимать это получалось очень накладно. Чтобы снять полноценное видео, надо хотя бы заказать на 100 долларов. Там, не знаю, сумочку, кофточку, что-то еще. Получалось, что ты очень много вкладываешь. Я иногда смотрю блогеров. Каждое третье видео у них там про фикс прайс. И вот просто у меня такой вопрос. Куда они девают весь этот хлам, который покупают и показывают на видео? Вот вы думаете, блогеры много зарабатывают? На самом деле вы ошибаетесь, потому что мы еще и вкладываем видео. Я как-то хочу снять вообще вам видео. Сколько конкретно я зарабатываю с YouTube? Если вам интересно, пишите в комментариях. То есть я прям покажу доказательства того, что тысяча просмотров в YouTube стоит 30-40 центов. И когда вы смотрите видео длиной, например, 15 минут, и в этом видео, например, я ем роллы. Роллы, вы знаете, стоят не так уж уж дешево, а не всегда бывают роллы. Иногда, например, мы снимаем осьминога. Осьминог, знаете, сколько стоит? Он очень дорогой. И на этом видео набирается, например, 30 тысяч просмотров. 30 тысяч просмотров это 12 долларов. А 12 долларов это вообще даже не окупается, понимаете? то есть мукбанки, чтобы снять. Тебе надо, чтобы перед тобой было много еды, а много еды стоит денег. Даже если ты все это не съешь, должна быть аппетитная такая картинка. Знаете, кто зарабатывает? Вот я вам объясню. На ютубе зарабатывают люди, которые в свой контент особо денег не вкладывают. Например, снимают видео «Что в моей сумочке?» Не знаю, какие-то влоги. Они все равно идут гулять и тем самым еще и снимают видео. Не вкладывая ничего, например, зарабатывают людей например, по 12, по 15 долларов. Реально зарабатывают с ютуба миллионники. Например, они сняли видео на видео миллион просмотров. Из этих миллион просмотров они имеют 300 долларов. Например, каждый день 300 долларов неплохо. Плюс еще у них очень много прямой рекламы. А когда ты фудблогер, у тебя прямой рекламы почти и нету. Например, у бьюти-блогеров у них просмотров может быть например, в 2-3 раза меньше, чем у меня, но они зарабатывают намного больше, чем я. потому что видео на тематику бьюти, они очень дорогие. Косметических брендов много. Они все покупают рекламу на ютубе. Поэтому все зависит от того, что вы снимаете. Если это детский контент, это опять же немного денег. Если это еда. Че я ушла не туда? Мне спросили о другом, я о другом рассуждаю, но я уверена, что вам интересна тема заработка. И вообще, если я начинаю снимать, я бы советовала снимать на английском языке, если чисто из-за заработка думать об этом. Но так как я не собираюсь в свою жизнь полностью связывать с ютубом, у меня есть основная работа, это просто как хобби. Я думаю, ничего, Но сами посудите. А семиног, например, стоит 80 монат, а ты заработала с этого видео 12 монат. То есть с этого видео ты, считай, ушла в минус. Какие-то видео, они окупаются. Что-то где-то зарабатываешь, конечно. Ну так в общем и целом с такой аудиторией, как у меня прям зарабатывать с ютуба не. лучше снимать на английском языке. Вот я даже жалею, что не открыла канал на английском. Не только из-за денег, знаете, еще и аудитории людей, которые говорят на английском языке гораздо больше, чем на русском. То есть там огромные возможности. Кто бы что не говорил про конкуренцию, то есть ой, там большая конкуренция и так далее. Когда ты снимаешь интересным, главный на мой взгляд снимать интересно. Конкуренция это все фигня. Если ты будешь интересным зрителю, один раз он увидит твое видео, он уже будет постоянно тебя смотреть. Но есть такие люди, которым вообще не дано это. То есть ютуб это не для всех, мне кажется. кто-то хорошо поет, кто-то танцует. Я, например, ни петь, ни танцевать не умею. И не хочу туда. Иногда смотришь на человека, она говорит, я блогер, певица, актриса, писательница, танцовщица. Классно, когда талантливый человек талантлив во всем, но это не про меня. Я вот всегда говорю, вот создание ютуба, далее человек хочет там, не знаю, быть актрисой, певицей, как-то развиваться в этой области и так далее. Но это не про меня. Даже в последнее время я задумаюсь о том, что этот ютуб у меня будет до каких-то пор как хобби. То есть когда-то я буду вплотную заниматься только своей работой и уже вот это вот кушание на камеру. Нужно закончить, но с другой стороны я думаю, что если это людям интересно, как я могу это закончить, если это все двигается только вперед? Зачем? Где-то лет, наверное, до 30 я себя еще вижу в ютубе. В общем, мы отошли от темы. Как думаешь, лучше любить или быть любимым? Я считаю, что лучше быть любимым. Женщине в особенности. Когда мужчины тебя не любят, мне кажется, у тебя тоже пройдут чувства. Безответная любовь не может слиться долго, на мой взгляд. Случались ли странные истории в твоей жизни? Я, если честно, сейчас так не припомню странную историю, но если вы хотите, я могу как-то в следующем видео рассказать какую-то странную историю жизни. Просто если я сейчас буду вспоминать, это будет очень долго и нудно. очень вкусно вот так со сметаной. Девочка одна пишет, Айка, очень нравятся твои видео, но не хватит детальной съемки еды с разных ракурсов. Напишите, кстати, вы тоже в комментариях, хотите ли вы, чтобы перед видео я снимала сблизи все то, что я буду кушать. Как вы думаете, это будет интересно или не стоит зачем? я всегда стараюсь прислушиваться к тому, что вы пишете. Даже в один день, я помню, я делала анонс, то есть, например, завтра у нас видео будет, ну, например, про колбаски. Я делаю, например, сегодня вечером видео анонс там. Потом в комментариях я обнаружила, что вам идеи не очень понравилось, я не стала. Если бы опять родилась, то была бы блогером. Да, многие блогеры говорят, я себе знала, что у меня так все хорошо получится, я бы начала раньше. А я бы не начала раньше. Вот я начала в конце четвертого курса. И мне кажется, если бы я раньше начала снимать видео, это бы мне мешало учиться в универе, потому что все-таки занятие любимым делом оно вдохновляет. Вот, и может быть я бы даже не стала искать работу, захотела сделать YouTube своей работой, поэтому раньше я бы не начала, но если бы я заново родилась, я бы опять снимала бы. Кто-то говорит, если бы я родилась бы еще раз, я бы начала бы раньше заниматься YouTube YouTube я не могу так сказать. Все, последнее. Мне еще спать и снимать два мукбанка. А на этом все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой Instagram, может быть для вас это мелочь, для меня безумно приятно, я вас очень очень сильно люблю, с вами Байка Эмили, всем пока.